Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенала». Сегодня мы начнем первое отделение композиции, которую я написал где-то несколько лет назад. Она называется «Инсомния», что в переводе с латинского, по-моему, обозначает «бессонница». В чем смысл этой вещи? Во-первых, она медитативного характера. Я тогда начал увлекаться какими-то восточными разными методиками для саморегулирования и для вообще при помощи медитации вхождения в какое-то такое особое состояние. Вот как мне кажется, я ее писал как раз в расчете на то, что здесь очень редко меняются аккорды и создается какое-то такое особое настроение. Вот, собственно, с такой непростой пьесы мы начнем сегодня первое отделение. Итак, «Инсомния». «Инсомния». «Инсомния» «Инсомния» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас прозвучит одна из таких замечательных композиций. Здесь называется Everything Must Change. Вкратце перевод такой, что все вообще в природе меняется. Молодые стареют, все тайно раскрываются. Но кроме одного, природа, мать, она остается всегда, что бы ни происходило. И вот этому и посвящена эта довольно философская песня. Итак, everything must change. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 было забыто даже уже к концу 70-х годов, поскольку у него, в общем, непростая судьба сложилась. Хотя, вроде бы, ему повезло. Он родился в очень талантливой итальянской семье в Канаде, в англоговорящей ее части. Все его братья и отец, все были клавишниками, композиторами, певцами. И он с раннего детства уже пел эти все песни на английском, да и, наверное, я думаю, что и на итальянском. И, в общем, довольно быстро завоевал самые все первые места в Канаде. Но Канада, это такая провинция была, да и сейчас остается. Мало кто обращает внимание на то, что там происходит. И вот ему посоветовали, а не поехать ли ему вот с такой музыкой в Америку. И он поддался и, в общем, стал тогда приезжать. И, кстати, ему во многом помог Стиви Ваннер. Он заметил в нем вот талант такой и стал его брать на разогревы, на своих достроях. И постепенно, к середине 70-х годов, он вдруг стал вытеснять самых популярных чернокожих певцов американских. Что ему не простили их продюсеры, потому что в Америке главными являются именно продюсеры чернокожих музыкантов, развлекателей белых. А он куда лезет со своей музыкой, итальянец. И причем музыка-то непростая у него была. Она не была поп-музыкой. И тем не менее она была настолько мелодична и красива, что начала занимать все время первые места. И его как-то так сделали, что оттеснили его из поп-бизнеса. И он вынужден был даже куда-то исчернуть. Я тогда думал, может, что он умер. Нет, оказывается, он ударился в восточные какие-то религии, философии. И провел несколько лет в разных монастырях в Японии, в Тибете. А потом вернулся, купил дом уже в Швейцарии. И сейчас продолжает выступать. Правда, немножко у него изменился характер песен, ближе к джазу стал. Но, тем не менее, этот человек, который, в общем, его талант не пропал. Итак, Джина Ванелли. Запомните это имя. А песня, которую сейчас споет наш вокалист, которую зовут Марк Юсил, называется The River Must Flow. Река должна течь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы закончим первое отделение на инструментальной музыке. Вы сейчас услышите пьесу, которую я написал не так давно. Поэтому я посвятил ее одной своей знакомой, которая считала себя интеллигентной, женщиной, но никогда ничего не слышала вообще, не то чтобы отжали, ну может быть отжали что-то знала, я рок-музыки знала, но про такой стиль как фанк, она вообще как выяснилась после разговора, ничего не знала. Поэтому я и назвал вот так пьесу из-за незнания фанка, вот этой моей знакомой, про фанка. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Симон» «Sимон» «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Он был, в общем, не совсем нормальным человеком, где-то шизофреником, мистиком, и непонятно, умер ли он, потому что вообще могила на кладбище, которая имеется, она еще ни о чем не говорит. А пьеса, которую вы слышали, «Riders on the Storm», такая страшная пьеса, как какие-то путники в шторм советуют матерям спрятать детей и вообще семьям сидеть в это время дома. Такая вот страшная тема. Ну, а потом она перешла в мою композицию, которая называется «Аллайский базар», посвященную этому историческому месту, которое возникло где-то за 2500 лет до нашей веры, существует и до сих пор в Ташкенте. Вот такая была первая композиция. Ну, а сейчас мы переходим опять к вокальной части. Вы услышите в исполнении Марка Рьюсима песню, которую записал на альбоме «Норд». Такой есть альбом хитрый, он вышел в 2005 году, достать его невозможно, такая редкость такая. Дело в том, что это Элвис Костелло, один из кумиров панков еще, где-то в конце 70-х годов. И тогда он действительно был обожаем вот этой молодежью, которая осталась тогда без работы, благодаря Маргарет Тэтчер, которая сделала всю молодежь вообще безработной. И тогда возникла куча каких-то вообще непонятных дворовых каких-то оркестриков маленьких. И появилось такое движение панков. Оно характерно было только для Великобритании, вот времен Маргарет Тэтчер. И вот Элвис Костелло был одной из ярчайших фигур такого протеста против всего вообще, что есть. Они отрицали все, и джаз, и любую культуру. Это такой был нигилизм такой, высшей степени. И вот этот нигилист, повзрослев, стал замечательным, философствующим музыкантом, поэтом. И записал альбом, который я вам очень советую послушать. Вы там даже не узнаете Элвиса Костелло. Потому что там, во-первых, играет симфонический оркестр, играют джазовые музыканты. И сам он поет очень серьезные песни. Сейчас прозвучит одна из них. Она называется «Let me tell you about her». Позволь мне рассказать тебе о ней. Вот приблизительно так эта песня называется. А на самом деле Элвис Костелло – это его псевдоним. На самом деле он Декланд Патрик Макманус. И, в общем, Элвиса он взял, потому что его кумиром когда-то в детстве был Элвис Пресси. Итак, let me tell you about her. Элвис Костелло. Элвис Костелло. Продолжение следует... 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 И многие негритянские певцы, там только работали негритянские вокалисты, все музыканты, а было именно развлекать белую публику. Они сами презирали эту публику, но ее развлекали. И там все было, в общем-то, простоватенько так немножечко. Но Лайонел Ричи немножко был посложнее, я думаю, он выделялся на это фоне, и поэтому, кстати, продержался до сих пор. И вот сейчас прозвучит одна из его популярнейших таких песен «Every time I hold you», которую он еще очень давно записал, и она в разных вариантах дожила и до наших дней, причем именно за счет уже появления видеоклипов, снятых под эту мелодию. Вот это и принесло у Лайонела Ричи одни из наиболее таких содержательных видеоклипов, в смысле построения актера. Это целые такие маленькие кинофильмы. И вот сейчас прозвучит одна из таких песен «Every time I hold you». «Every time I hold you», «I got you through that feeling all over me». «And every time I touch you hard», «Oh, brings back those talons and those memories». «And every time I think of you, baby». «I realize that hurt you hard, that hurt you through». «But I grab these love, that an answer, and I know that an answer here for me too». «When you hold you free, baby». «One time I feel you hard, that hurt you through» «And every time I feel you hard, that hurt you through». «I only want to help you out, that hurt you through». «And every time I feel you'reürer, рублей». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Их зовут Роланд Орзабал и Курт Смит. И тогда среди студентов, которые увлекались эзотерикой, была очень популярна такая книга Артура Янова, которая называлась «Первобытный вопль». И вот я думаю, что название пьесы, которую вы сейчас услышите, произошло как раз из этого названия, потому что пьеса называется «Shout», то есть «Вопль». Итак, группа «Tears for Fears», то есть «Слезы ужаса». Вот так вот. Это такая мистика своеобразная. Ну, в исполнении нашего замечательного Марка Юсина. «Shout». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА